Ребятки, всем огромный привет! С вами Роман Шкутер и сегодня мы проведем очередной обзор рынка криптовалют. Я кстати добавил еще монет здесь и они здесь добавились, были в платформе, поэтому будем рассматривать теперь большее количество. Да, у меня немножечко сбились графики, поэтому будем сейчас смотреть уже текущие зоны, с которых могут быть какие-то важные движения в одну либо в другую сторону. Значит предлагаю начинать как обычно с битка. Что у нас биток? Биток у нас дошел был до уровня 48000. Этот уровень вот у нас здесь он был, помните? Я об этом говорил, что где-то 48-49 будет цель движения. Вот мы дошли, пробили на новостях о перенятии ETF. Всегда обычно мы шли на таких как бы новостях, а уже по факту, когда это приняли, цена пошла вниз. Ну как обычно. Типа все ждали-ждали, что движение куда-то будет дальше продолжено, оно уже до этого столько прошло, то есть уже отыграна эта новость была. То есть новость была уже в цене. Такое часто бывает, поэтому не надо вестись на эти вот фишки разные, что вот там сейчас пойдет, потому что приняли. И обычно, когда принимается уже, растет до этого. То есть уже многие знают, многие знают, что это будет. Поэтому растет цена как раз на вот этих вот новостях. А по факту, когда принимают, уже все, уже все начинает сливаться. Значит дошли мы до 38500. Там есть еще зона 40 тысяч также. Вот вот здесь она находится. Сейчас вот такой он зажат. Но я думаю, что после такого падения почти без отката, мы должны увидеть какой-то, ну может быть консолидацию в начале, а потом, возможно, роз где-то в зону там 40, я думаю, 344. Это будет пока достаточно. Дальше посмотрим. И мое личное мнение, что будет еще какой-то откат, когда уже все поймут, что все надо покупать. Потом, я думаю, еще раз перелоудадим. Возможно где-то на 35, вот сюда вот 36. Это будет более реальная такая точка. И значит, вот оттуда уже может пойти цена на переход. Потом, пока очень внимательно с битком. Ну, можно какие-то торговать отскоки. То есть, можно брать где-то, да. Ну, я бы тут смотрел или 38500. Ну, и тогда уже или где-то тут консолидацию смотреть. Пока ее нету. Пока ее нету. Ну, можно вот от 39500. Вот это вот взять. То есть, биток пока такое себе. Есть поинтереснее инструменты. Например, тот же Dash. Да, он тоже сильно упал. Вот он держит 26.10. Да, вот отсюда тоже можно рассмотреть. Со стопом за 25. Со стопом 25. Ну, кто хочет уже прям максимально можно поставить и сюда. Ну, вот сюда 25 и сидеть где-то до 33 и так далее. Ну, то есть, вот сейчас есть шансы на то, что будет какой-то отскок по рынку. По атому. Атом. У нас, кстати, что-то не подгружается. Некоторые монеты не подгружают историю. Ну, я всегда смотрю все равно локально. То есть, видите, вот у нас была одна зона ликвидности. Вторая зона ликвидности поснимали. И вот сейчас уже опять цена вот сняли. После этого вот сейчас можно смотреть. Единственный момент, что здесь, если стоп сюда ставить, то это очень далеко. Это почти где-то 8%. Ну, многовато. Можно попробовать как бы где-то спрятать вот сюда за 8 и 9. Ну, или вообще вот здесь поставить. Я думаю, что какой-то отскок мы все-таки увидим. То же самое, что Ripple. Ripple также сильно упал. Кстати, там опять мы зашли ниже вот это 57 вроде, если не ошибаюсь, да. 55-57 там был уровень, да. Опять мы зашли ниже и вот снова, снова опять 25. Ripple никак не может пойти. Я, кстати, у меня позиция есть там по одному из портфелей уже, я не знаю, наверное, лет 5. Я там сижу. С средней ценой где-то там 40-35-40 центов. И я пока что-то, ну, я хотел там продаваться хотя бы там, ну, там 2,5-3 доллара хотя бы где-то там. Но он пока никак вообще не хочет идти. Такой тяжелый. Его там то ли там очень много инвесторов засело, что продают. Я пока не понимаю. То ли еще не добрали. Но я пока посижу, там небольшая доля, как бы, ну, из общих портфелей. То немного, да, процентов, не 50 процентов или там 30 процентов всех денег тут. Ну, они есть. Поэтому Ripple тоже дошел. Главное, вы видите, вот здесь вот не сняли вот эту вот ликвидность. Той же, ну, 48 с половиной не сняли. Ну, такой, если с ним вот обратно, тогда будет очень круто. Пока тоже стоит, но упало он достаточно много. Поэтому также есть шансы на то, что у нас будет отскок. Дальше эфир. Тоже что-то не подгружается. Ну, с этим я пробовал разбираться. Что-то видите, пока не хочет он подгружать. Но эфир то же самое. И смотрите, вот. Тут даже можно без этого посмотреть. Да, вот на график то и то есть. Вот эта вот зона. Вот она. Откуда может быть вот отскок. 2,210, 2,211. Стоп за 2,200. Ну, и вот, я думаю, какой-то отскок мы можем увидеть. То же самое, наверное, Тезос. Но Тезос уже не отскок. Да, вот смотрите, а Тезос, он у нас посильнее вообще рынка выглядит. Посильнее рынка. Он падал, да. Но он такой, как бы, ну, в рамках восходящей тенденции. Это вот, если мы сейчас возьмем просто линию там тренда проведем. Ну, просто такую вот обычную, да, которую у нас вот есть. Гипотетически вот так можно сделать. Можно, конечно, попробовать вот так, чтобы было более четко. Пусть будет так, да. И видим, что, в принципе, в рамках этого тренда нормально. То есть, и нету перелова вот этого минимума. То есть, на росте, откат можно тоже пробовать с этой зоны. С вот этой вот зоны откупать. Откупать. Ну, там пока отскок какой-то. Может, там 1,04, 1,05. Это не рост там. Баснословный, без отката на перехай. Пока только ловим какие-то отскоки от ката. Что-то тоже не подгружается. Ада. Ада тоже с гепом. Типа такой геп у нас, да, по Али. Нету графика посмотреть нормально. Ладно, перейдем дальше. И что-то, видите, что-то загрузило, что-то не загрузило. Что-то просто платформа была, поглючила немножечко, да. И что-то оно не загружает. То же самое, что по Алго. Да, посмотрим дальше. АВЕ. АВЕ та же фигня, кстати, да. Ну, обычно, ребят, смотрите. Сейчас картина везде почти одинаковая. Ну, по таким вот альтам. То есть много что падало, да. Много что падало. И я думаю, что отскоки будут по всем монетам. Ну, по основным, да. Вот Bitcoin Cash, наверное, Bitcoin Cash тоже, да. Он чуть-чуть был посильнее, да. Вот ходил. Наверное, даже там позиция еще есть по Bitcoin Cash. Куплено где-то по 260, да, со стопом там 207. Ну, она локальная, то есть это такое. Поэтому пока он не доходил, так же можно рассматривать со стопом залог. Так же можно рассматривать. Ну, BNB-шка загрузится у нас. Немножко что-то вот терминал подгрузил какие-то графики, а какие-то не хочет. И вот надо будет разобраться с этим. Хотя, почему? Потому что сбился что-то он у меня был. Сбился был, сбился был у меня терминал что-то. И, видите, не все графики подгружают. BNB пока что я бы ожидал где-то какое-то снижение на 287. Вот EOS есть, кстати, EOS. Ну-ка посмотрим EOS. EOS тоже сняли лику. Посмотрите, внизу вот это вот сняли. Тоже неплохо стоит. Ну, как почти все остальное. Почти как все остальное. Можно рассматривать с отскоком, да, с отскоком в зону где-то 0.78. 0.78. То есть сняли, видите, вот после этого пробития нет закрепления. И дальше у нас пошел отскок в обратную сторону. Так, Litecoin. Такая же картина. Chainlink. Посмотрим еще. Link. Там линк, я просто знаю, потому что у меня есть реальный график. Там линк, реальный график. Это зона где-то 12 долларов там поддержка. И зона 17 пока сопротивление. То есть можно где-то вот там 12, 15, 50 рассматривать. Но если хотите локально, тоже можно пробовать со стопом за лоу. Если тут еще будет какая-то консолидация. То есть мана у нас тут тоже есть. Да, что-то она так же не подгрузилась. Так, это у нас M-Polygon Matic. А ну-ка, Polygon тоже. Polygon. Ну, почти как потом FETA еще есть. Кстати, вообще-то она только одну свечку мне подгружает. Ну, TRX, наверное, TRX загрузится, да? Сейчас там история есть. А TRX, кстати, сильнее. Вы посмотрите, TRX, кстати, прет. Но уже ушел. Уже ушел TRX, поэтому я бы пока в него не лез. Унисвап тоже есть. Унисвап. Я бы, если смотреть, ребята, то зоны вот этой 5,74 плюс-минус. Да, 5,74 на конце летации. Если 5-минутку брать там или 30-минутку, то там. Так, Lumen, Stellar. Также он что-то, блин, глючный. Что-то с графиками надо будет разобраться. Ну, обзор нам записать надо. Поэтому нам главное, чтобы основные монеты были понятны. Так, и что у нас? Это у нас Lumen, да? Сейчас я посмотрю. А, это Monero XMR. XMR, XMR, USDT, если посмотреть. Ну, вот, ребят, смотрите. Можно, кстати, посмотреть и вот здесь. То есть, чтобы исправить ситуацию. Вот, смотрите, Monero, значит, подошел так же, но уже отрос. Я бы уже тут не лез. Потом мы смотрели еще XTZ. Тоже сейчас посмотрим. Прямо это самое. Графики везде почти одинаковые. Там не надо. Вот, Tezos так же. Обратите внимание. То есть, было сильное падение. Вот отсюда сюда. На 25%. И я думаю, что после такого падения мы можем увидеть вот отсюда какой-то отскок хотя бы. Там зону, может, там, одного доллара. Один, ноль, пять. Ну, когда, знаете, такая V-образная формация бывает. То есть, если быстро вниз, быстро вверх, может быть. И вы видите, вот такое уже было здесь. Посмотрите, быстро вниз, быстро вверх. Сейчас тоже быстро вниз. И может быть такой же потом рост. Ну, может, конечно, не на переха. Не будем так рассматривать. Там один, десять, один, пятнадцать. Я думаю, будет достаточно. Вот. Потом THT, да, FETA у нас. А нет. Типа так. Надо нажимать. Надо так. Включить. FETA, USDT. Вот она. Смотрите. Так же очень сильное падение было. Мы, если, знаете, графики там не погружаются, мы можем найти решение. То есть, у нас всегда есть решение. Вот тоже самое. Видите, сняли вот эту вот ликвушку тут была хвостом. И сейчас вот стоит. Поэтому очень неплохо так же это смотрится. На следующий раз обязательно, ребята, буду я эту тему рассмотрю. С этим еще мы, кстати, можем глянуть эфир и ада. Сейчас мы посмотрим. Ада вот у нас есть. Видите, так же вот сняли ликвит. Потому что я говорил, можно вот тут стопы поснимали. Ну, я бы еще тут подождал одну-две свечки хотя бы. Что-то оно так пока в красные свечки. Может еще сходить, конечно. Но уже перебродность есть. И то же самое по эфиру. Посмотрите, эфир. Падение на 20%. И подошли к вот этой вот зоне. То есть, 2,165, 2,150. Вот эта вот зона уровня тут есть. Зона сильного накопления, объемов. Я думаю, что тоже отскочить можно. То есть, не факт, что это будет там рост на перехай и так далее. Но отскочить цена может в этом случае. Вот такой у нас, ребятки, получился обзор. Кто хочет открывать счета в компании Маркест, обязательно делайте это. Это, ну, как бы, есть много разных инструментов, акций, фьючерсов, потом валют, крипты. Все в одном терминале, с одного счета. Считаю, это очень удобно. Реально удобно. Потому что не надо, если вы торгуете множеством инструментов, не надо открывать счета. Бог знает где. Плюс, не забывайте, что это брокер. И у вас есть, как бы, электронный договор. Потому что, если мы возьмем, например, крипту, возьмем биржи, даже централизованные. У вас нету никаких документов. Поэтому я на биржах много денег не держу. Я, большинство, все хранится на холодном хранении, большинство. Потому что, если биржа закрывается, вы ничего не докажете. А здесь брокер, у вас это брокерская компания, компания официальная. То есть, множество офисов в мире есть. И, значит, вот, я думаю, что это также и делает надежность. Ну, плюс все официально, можно там завести деньги и так далее. Поэтому, кто хочет, можете обязательно открывать. По ссылочке, кстати, ниже можете переходить. Значит, всем желаю хорошей недели, прибыльных сделок. Не забывайте о рисках главные. То есть, главное это стопы. Потому что, если вы заходите, надо ставить риск. Ну, конечно, если вы хотите долгосрок, то, понятно, можно набирать. Особенно, когда рынок падает. Как всегда, когда долгосрочные позиции, то всегда берется, когда рынок снижается. Когда уже растет, там нужно уже смотреть, может выходить и покупаться дешевле. То, что я был, сделал, кстати, по Солану. Мы еще Солану не глянули. Вот мы сейчас еще Соланку рассмотрим. Сол там, ее сдт сейчас. Мы рассмотрим, потому что, смотрите. Вот Солана, значит. И тоже, что я делал. Я вот тут на Росте продавал. У меня первая продажа была по 92, а вторая по 100, если не ошибаюсь, по 114 или по 112. Надо посмотреть вот здесь. Я хотел откупить по 50-60, пока не дают, посмотрим. То есть, я пока не откупал. Но даже сейчас могу откупить, то это будет намного дешевле. То есть, я могу сейчас взять на 15% дешевле, чем я продал. У меня покупки были вот здесь, чтобы вы понимали, по зоне 20 долларов средняя цена была. Там по 18, по 20, вот там вот покупка была. Поэтому я могу себе позволить. Ну, видите, вот еще такой тренд был. Его пока пробили. Ну, это такое, локально. Но все равно хочу откупить там 50. Если дадут, возможно, потом еще на одном снижении. Пока не спешу докупаться. Солана тоже отскочила, но я бы пока не лез. Уже высоковато. То есть, нужно какой-то откат. Где-то на 83. Возможно, 81. И вот оттуда можно будет посмотреть со стопом залог. Вот как-то так. Все, всем тогда успехов, удачи и увидимся в следующих обзорах. Всем пока.